Гоблина Гоблины Гоблины Корроророророророророророророророророророророророророророророророророророророророророророророророророророророророророророророророророророророророророророророророророророророророророророророророророророророророророророророророророророророророророророророророророророророророророророророророророророророророророророророророророророророророророророророророророророророророророророророророророророророророророророророророророророророророророророророр ибо мужчин и детей они в принципе в плен не берут и истребляют их как угрозу для своей жизни. Пленных женщин они жестоко насилуют и издеваются в грубой форме, а затем оплодотворяют их. Сама беременность продолжается всего несколько недель, а число выродков может варьироваться от 1 до 5. Беременных гоблины не трогают до рождения своего потомства, которое может происходить лишь однократно ввиду биологических особенностей этих тварей и способа рождения. После появления потомства, если мать не умирает, то гоблины ее убивают. В редких случаях гоблины оставляют родивших как наседок. Гнезда гоблинов могут насчитывать от одного десятка до несколько сотен особей. Малые стаи не отличаются особым интеллектом и их можно назвать примитивными. Ими движет лишь инстинкты, чувство голода и размножение. Стаи, которые насчитывают больше сотни особей, имеют свою иерархию и особенных гоблинов, которых можно назвать аномальными и эволюционно выше обычных гоблинов. А начнем мы список с хобб-гоблинов. Эти особи выше и сильнее обычного человека, их интеллект и развитие на том уровне, что и у обычных гоблинов. Чаще всего хобб-гоблины выступают в роли охранников гнезд и будущего потомства. Затем идут всадники или наездники. Эти гоблины являются кавалерией своего вида. Они намеренно выращивают волков, а затем передвигаются на них. Их волки настолько послушные и обученные, что гоблины используют их в качестве средства передвижения и атаки на людей. Волков могут позволить себе лишь многочисленные орды, которые могут прокормить их. У гоблинов также есть и свои шаманы, которые умны и хитры, а еще они могут использовать магию в своих целях, как для создания ловушек, так и для защиты. Часто шаманы выступают в роли вожаков малочисленных групп гоблинов. Гоблины-чемпионы – физически самые сильные гоблины из всех. Они достаточно массивны, что их можно перепутать с ограми. Среди своих сородичей занимают главенствующее место и пользуются неоспоримым авторитетом. Главной слабостью данных гоблинов считается их примитивный интеллект и недооценка соперников в бою. Но даже для опытных авантюристов эти существа представляют из себя смертельную опасность. А главным в Орде является Лорд Гоблин – самый хитрый и умный гоблин из всех. Из-за того, что он прожил долгую жизнь, он смог приспособиться к людскому миру, понять повадки человечества и их психологию. Также из-за его возраста он обрел неоценимый опыт, который пригодился ему для того, чтобы командовать армией гоблинов. И да, физически этот гоблин отличается от остальных. А еще Лорд научился говорить и излагать свои мысли на человеческом языке. Эта особенность может значить то, что гоблины по прошествии некоторого времени могут учиться и эволюционировать, как в физическом плане, так и в интеллектуальном. Лорд Гоблин понимает, что его сородичи являются лишь пушечным мясом и средством для достижения его собственных целей. Но вернемся к обычным гоблинам. Эти зеленые монстры способны использовать в бою человеческое оружие и обмундирование. Им не чужды обманные маневры и внезапные атаки. У них нет чувства страха, которое может их остановить. Несмотря на свой внешний вид, они быстры и сильны. Главным козырем гоблинов является их численность. Но иногда это может сыграть и против них. Ввиду своего упрощенного интеллекта, гоблинов легко заманить в ловушку и истребить их разом. Иногда доходит до того, что они попадают в свои собственные ловушки. Гоблины очень сильно боятся яркого света, огня и не умеют плавать. Зато показано, как они передвигаются на лодках. Во вселенной убийцы гоблинов гоблины обладают самым низким статусом из всех монстров и чудовищ, населяющих этот мир. Но это не отменяет тот факт, что эти зеленые порождения преисподней могут доставить немало хлопот человеческому уроду. На сегодня у меня все. Узнал что-то новое, смело ставь свой платиновый лайк. Подпишись на канал, стань частью гильдии. Отпишись в комментариях, я все читаю и на все отвечаю. Не забывай, что на канале есть много чего интересного, так что советую глянуть. Ну а еще помните то, что именно вы мотивируете делать то, что я делаю. Я благодарен каждому, кто смотрит мой канал и мои видео. Всем удачи и пока! Субтитры подогнал «Симон»!